масочка 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 провали мои любимые маски о просто подключайтесь 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 все чистенько так когда я в stories час назад сказал что я пойду себя приведу в порядок это были конечно громкие слова как как умею как могу своими силами своими руками всем привет всем доброе утро приветики пистолетики с вами ольга бузова и это наш уже традиционный утренник с бузовой я выхожу с вами на связь в прямом эфире с понедельника по пятницу каждый день в 2 часа дня здравствуйте здравствуйте и сразу же мне пишет комментарий наш потрясающе невероятный гость насколько она потрясающе выглядит мы сейчас в этом убедимся катюша привет я увидел твой комментарий но поскольку я слепая и мне пришлось вот так вот сделать и пока я так сделала ты уже куда-то ушла напиши мне еще раз пожалуйста комментарий сразу же будем подключаться к екатерине и на жиркова привет впусти меня впусти меня в войди в меня войди в мой эфир вы поняли как это происходит все быстро так секунду нас сейчас идет вход мое вход ты тоже делал маску на пушки о конопушки мне тоже нравится эта маска я тоже не одна я тоже с собаками так они у меня показатели попозже обязательно обязательно собаки еще что-нибудь собаки еще что-нибудь собаки а мы пока все посмотрим насколько шикарно эти квартиры родное где наши собаки родного тоже покажи родной тебя все просят показывать филипп петруш киркоров на присоединился а вот что вместе что либо нет 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 я просто взяла его на карантин чтобы одно не находиться а вообще знаете о том что они все целуются божьем а у нас наоборот наоборот хорошо когда у меня сразу к вам вопрос на засыпку отвечать сразу не задумываясь что вы делаете на карантине вдвоем мы слушаем мы пока спортом не занимаемся мы кушаем мы смотрим фильмы что мы танцуем и устраиваем романтики а вы знаете что спорт в принципе может вполне замените секс точно спасибо тебе большое что подсказала увидимся на следующий час если если кто-то в прямом эфире додумается заниматься сексом а после того как мы это с тобой озвучили в прямом эфире безусловно будет новый флешмоб есть же вот этот флешмоб с подушкой что типа остаюсь дома и вот это платье подушка классно мне не нравится этот флешмоб мне тоже не нравится этот флешмоб давай новый флешмоб запустим давай какой ну вот мне даже раздражает что во-первых не у всех дома есть большие подушки давайте честно во вторых во вторых не у всех есть красивые большие подушка абсолютно верно у меня допустим нет красивых подушек у меня тоже обычная подушка потом я не могла найти большой пояс красивый у меня нету его пояс можно пояс можно чем-то заменить допустим полотенце полотенце можно заменить но у кого-то нет даже полотенец дома понимаешь красивых 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 вообще нет ни у кого вот поэтому мы с тобой пропускаем этот флешмоб с подушками и давай придумаем какой-нибудь новый походу может быть родиться идея друзья у вас тоже есть идея на тему нового флешмоба, которую можно запустить Сергей Бузов пожалуйста пишите нам адрес улица Королева 12 пишите в комментариях ребят если вы придумаете новый флешмоб во-первых тот кто придумает и мы с Солей решим что это классная идея он получит от нас суперприз какой? какой? Жень? билет на концерт билет на твой концерт все отлично отлично а ты мне скажи а ты что такая красивая с утра? ну блин ну блин ну скажи ну скажи нет ты накрасилась конечно накрасилась потому что я буду выходить в прямой эфир ты вообще знаешь что у нас уже смотрят 52 52 52 52 52 52 тысячи человек ты вообще понимаешь что со мной прямой эфир в таком количестве никто никогда не смотрел а ведь сейчас делаю скрины делаю скрины скажу что я бухая некрасивая отекшая поэтому я решила сразу это предвидеть и вроде как более-менее все равно она пишет что отекшая но тем не менее нет пишет что ты королева причем пишет королева да? да Женька это ты пишешь? так ты мне расскажи как ты проводишь карантин Катюш вот это знаешь такая вот разминочка перед тем как мы начнем играть мы с тобой не просто собрались поболтать хотя болтать мы любим я хочу у тебя спросить чем ты занимаешься? реально коснулась тебя как-то вот эта вся история? ну эта история я думаю что нет человека в принципе в мире кого эта история не коснулась конечно коснулась с одной стороны все это одна большая вселенская печаль а с другой стороны ну это действительно повод во-первых я поняла что я плохо знаю свою квартиру которую я снимаю потому что здесь так много интересного я вчера это поняла я нашла наконец-таки блокнот в своей квартире ты представляешь которую я тоже снимаю я не думала что у меня есть блокнот у меня тут есть даже книги у меня есть книги я поскольку нашла книги думаю а не почитать ли мне помимо сценариев еще и книги что еще но на самом деле я участвую в проекте которые выходят каждое воскресенье в прямом эфире танцы 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 моя мама ты говорила что твоя мама смотрит моя мама за тебя болеет не только смотрит но еще и за тебя болеет ты мне скажи синяки у тебя есть на ногах? у меня вообще синие красные ноги покажи реально просто я помню свои танцы у меня там просто был жесть что на ногах сейчас я чтобы вы увидели все видно? офигеть ты на коленях стоишь а что это за танцы где ты на коленях стоишь? я даже я честно я уже сбила со счета и даже уже не понимаю откуда эти синяки мне кажется они просто появляются просто какая разница ведь им появятся вот этот царь синяк он у меня в принципе занимает вот так полностью колено да ощущение такое что вместо того чтобы танцевать я просто стою на коленях и унижаюсь но нет ну это все это все стоит того потому что это память на всю жизнь да нет очень красиво я на самом деле ты говоришь твоя мама смотрит и моя мама смотрит вот уже для меня болеют уже 2 мамы это в принципе достаточно Мам, давай мамам привет передадим. Мамочка, мамочка, привет, привет, привет. Слушай, я хочу, знаешь, что сказать? Хочу сделать уникаль... А ты меня хорошо слышишь? Очень хорошо. А эхо нет никакого? Ну, немножко есть, у меня что, дурацкое выражение нельзя, когда я тебя слушаю? Это мое нормальное выражение. Просто вот так. Напишите, пожалуйста, нас хорошо слышно, эхо нет никакого. Вот такие интересные мордашки, все приветы передают. Да, да. Смотри, давай сделаем с тобой уникальную фотографию, поскольку тебя все, всю жизнь, ты знаешь, тебя всю жизнь стебут за твой нос, хотя я не понимаю, хороший нос. Ближе, ближе подойду, чтобы... Люди, аккуратно, я вас могу покарапать. Вот, 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 а теперь давай сделаем фотографию, я примерю на себя твой нос из-за скрин. А как это сделать, как это сделать? Подноси нос, нос. Нет, глаза убирай. Чуть подальше. Ну вот, ты видишь? Вот, давай, раз. Не свелись. Раз, два, три. Ты сделала? Да. Хорошенькая? Хорошенькая. Это будет заставка нашего прямого зима, который я выложу сегодня в 7 часов вечера в свой фотограф. На самом деле, ты знаешь, что мы могли сделать фотографию до прямого эфира, и люди должны были по носу определить, кто же придет к тебе в гости. Ну, я хотела, ну, я хотела знать, чтобы все люди знали, что ты у меня будешь в гостях, потому что ты девушка интересная. У тебя вообще... Я пока, когда меня называют интересной. Вот меня мама всю мою жизнь называет, и ты очень интересная. Вы толстую красивая. Вы толстую красивая, а ты интересная. Ты знаешь, вот были конкурсы в лагерях и в детских лагерях, и в школе, когда выбирали самую красивую девочку в школе, самую добрую, самую веселую, самую обворожительную, самую там желанную девочку. Ты была самой интересной, да? Ты знаешь, вот я была самой доброй и самой веселой. Ну, Мась, ну, сама все понимаешь, что я тебе буду сейчас просто так говорить что-то. Ты вот такая красота и есть. Да, добрая и веселая. Я добрая и веселая человечек. Я могу друг... Я очень хороший друг. А вот ты сколько конкурсов красоты в своей жизни выиграла? Я ни одного. Слушай, я тоже вот так, прям такого масштабного тоже ни одного. Но у меня... Я тоже не считаю себя красивой, чтобы ты поняла. Я не считаю... Ну, вот посмотри на меня без макияжа. Ну, Оля, это сейчас ты не права. Сейчас ты хорошо выглядишь без макияжа очень сильно. Ну как? Ну, у меня чуть реснички, правда, на это накрашены. Помадка и... Прекращай, прекращай. Сейчас начнутся вот эти вот... Ты самая классная, ты лучшая. Оля, ты лучшая. Ты лучшая. Ты красавица. Не открашай, Оля, никого. Да нет, нет. Есть такие, которые ты считаешь по-другому. Катюш. Так, давай мы с тобой... Слышишь на меня? Ты меня слышишь? Что за бред? Почему такое эхо? Да, да, да. Я слышу. Ты зависла, Катя. Так. Мы зависли. Все, я нет, я здесь. Ты здесь? Ну-ка, подожди. Давай мы поймаем связь с тобой. Уже, чтобы хорошо все было. Ты здесь. Слышу я сам тебя. Мы тут, мы тут. Слышишь? Да. Подожди, давай-ка я переседаю. Меня хорошо видно, хорошо слышно. Связь тупит. Да, ты очень красивая. А я тебя плохо... А я тебя плохо вижу, Катя. Почему? Так, подожди-ка, ну-ка, подожди. Сейчас моя хорошая. Сейчас попробую в другое место. Я вот... Слышенькая перед тобой, ты не видишь? Нет. Так, подожди. Ну-ка, а здесь... А здесь мне лучше? Люди пишут, зависает. Да, хорошо видно и слышно. Олю видно, хорошо видно и слышно. А вот так? Хорошо, что это зависло. Вот, вот. Это я, это я. Все, нормально. Ребята, напишите нормально, меня видно и слышно. У Кати связь плохая, да. Потому что у Кати закончились деньги и нет интернета. Неправда. Нет, ну вот сейчас все же хорошо, да? Сейчас мы, подожди, давайте мы уже устроимся как следует. Так, подожди. О! Меня плохо видно, почему? Нет, все, сейчас я тебя хорошо вижу. Нет, я, может, одичала на карантине, и, может быть, я уже не отображаюсь даже, ребята. Вполне себе. Нет, нет, все отлично, все замечательно. Так, Катюш, давай. А можно вопрос тебе задать? Сколько уже человек у тебя было в твоей прекрасной рубрике? Слушай, ты у меня восьмая. Я никогда не была восьмой. Ты у меня восьмая и, да, восьмая. Это значит седьмая? Или седьмая. Какой сегодня день недели? Среда. Значит, восьмая. Блин, почему? А кто был? Вот кто был самый-самый классный у тебя? Кто был? Ты. Ты прощай, хватит меня выделять. Так, все, мы можем с тобой сколько угодно трещать, трендить. Давай мы уже переступим к нашим играм. Да, а Дава ушел навсегда или что, он еще появится? Нет, он лег на диван. Правда? Да. А ну, покажи, его голенький лег или одетый? Почему всех интересует, в чем мой Дава? Он в носочках, в трусичках и футболочке. Правда? Почему всех интересует, в чем твой Дава? Потому что люди так устроены. Так, ладно, давай. Начинаем игру. Ты объясняй правила, да, а мы, собственно, ближе к делу. Да, смотри, у нас небольшая разминочка, поскольку сейчас мы все находимся на карантине. Я сейчас тебе предложу два предмета или два человека, и ты на выбор должна выбрать один из двух. Кого бы ты взяла с собой на необитаемый остров во время карантина? Билан или Лазарев? Ну, Лазарев, Лазарев, Лазарев. Почему? Ну, потому что мой друг. Ну, он тебе комментарии пишет постоянно. Ой, тут столько людей наших друзей и знакомых. Так, может, он мне пишет комментарии, а я ему пишу ночные смс-ки. Вот это, знаешь, когда после двух ночи спишь. Спишь, спишь. Так, хорошо. Интернет или спорт? Спорт. А интернет? Как бы мы с тобой прямой эфир вели, если бы ты была без интернета? Ну, куколка моя, ты понимаешь, в чем дело? Я на самом деле мало себя чувствую причастной к интернету. Я понимаю, что это сейчас вообще основная движуха происходит там. Но даже, даже находясь на карантине, я делаю все возможное, чтобы как можно реже пользоваться Инстаграмом. Правильно. Инстаграмом пользуюсь я. Да. Вот. Но, давай скажем честно, давай скажем честно, что именно благодаря этому карантину, именно благодаря тому, что мы с тобой договорились выйти в прямой эфир, что большая редкость для меня, мы подписались друг на друга, друзья мои. Да. Причем я Кате сказала об этом вчера, я говорю, Катюш, давай ты мне запрос отправь, иначе ты не выйдешь ко мне в прямой эфир. Она мне пишет, все, отправила, добавляй. В общем, мы друг друга добавили. Но не факт, что я от тебя не отпишусь после. Да? Ой, я имела в виду, нет, подожди. Я имела в виду не факт, что ты от меня не отпишешься. Нет, ты знаешь, у меня сегодня утро началось с тебя. Потому что я впервые, я вчера не заходила в Инстаграм, я выложила там танчик со звездами. И все, не заходила. И сегодня я закажу в Инстаграм с утра, я у меня распили впервые, и ты у меня появилась в ленте. И как это ощущение? Там сразу столько света с экрана на меня. Я начала омываться этой волшебной омолаживающей водой. А вот зачем Инстаграмовыми аккаунтами тебе нравится наблюдать? Я понимаю, что мы зачастую подписываемся просто на друзей и уже как-то не очень от них отписываться. Есть проблема, что некоторые друзья, вообще я предпочитаю подписываться на аккаунт, которые мне правда интересны. Причем там совершенно не важно, там может быть какая-то серьезная информация. У нас в эфире Агата. Агата! Привет, Агаточка, привет. Агаточка, привет, моя хорошая. Привет, Силая. Пиши, как ты, что ты, где ты, с кем ты. Как дети. Агата, сразу началось. Агата, все сердечки. Агата, Агата. Ну, все предпочитают его. А те, которые друзья, скажу честно, вот, я люблю тебя, тебе пишут, Оленька. А меня? Так это тебя, наверное, мы незнакомы. В общем, спасибо, я тебя тоже. Мы с ней собирались до карантина сходить в караоке раз в четыре. И нам даже написали статью про нас, что мы с ней мутим, с Агатой. С Агатой? Да. Я, пользуясь случаем, хочу Агате пожелать сил, мудрости и сказать ей, что все будет хорошо. Чтобы она знала, что в любом случае все будет хорошо. Что бы ни происходило в жизни, все будет хорошо. Да нет, просто девочки, девочки, если есть возможность друг друга поддерживать, объединяйте усилия, поддержите друг друга. Говорите о чем-то, ну, не только о проблемах, говорите о чем-то по-настоящему приятном. И я думаю, что женская дружба существует. И знаешь, я мне абсолютно точно верю. Проработав в женском коллективе почти 15 лет, я с уверенностью могу сказать, что женская дружба существует. Это здорово. Это согласно я с тобой. И, Агата, я тебе напишу в директ, если ты захочешь тоже повеселиться со мной в прямом эфире и избавиться от проблем, с тобой обязательно увидимся. Итак, идем дальше. Катюш, Панин или Куклачев со всеми кошками? Давай, давай. Это просто на десерт, я тебе должна сказать. Значит, Панин или Куклачев со всеми кошками? Да. На необитаемом острове. Ну, нет, на самом деле Лазарев любит животных. Раз уж я беру Лазарева, он же такой... А почему ты так долго думаешь? Конечно, Куклачев, даже со 100 кошек, если бы... Потому что Панин, у него куча историй классных, понимаешь? Обитаемый остров, это дело такое. А этот чувачок будет нас развлекать. Не только от полезного, но и визуально, мне кажется. То есть Панина ты возьмешь? Нет, нет, Куклачева. И причем, если мы возьмем Куклачева со всеми кошками, главное, чтобы с нами ни в коем случае не поехал Панин. А, все, тут только либо то, либо то, либо то. Ну, все, тогда Куклачев с кошками, конечно же. Ну и хорошо, и доминировать, или подчиняться? Уф. Ты знаешь, я решила в последнее время, что надо подчиняться. Серьезно? Да. А кому ты сейчас подчиняешься? Тебе. Мне. Нет, нет, я объясню тебе, объясню. Вот, собственно, тот проект, в котором я участвую в танце со звездами, мне мой партнер объяснил, объяснил, что я могу быть какая угодно сильная и непокорная в жизни, но, тем не менее, есть такие ситуации жизненные, когда надо быть мягче, добрее, светлее. Вот, допустим, танцы, это парные танцы, это вот один из таких моментов. Вот, и я, на самом деле, участвуя в этом проекте, начинаю получать удовольствие от того, что я слушаю партнера, от того, что я ему доверяю себя, от того, что я становлюсь такой худо-бедно, но покорной даже там в рамках проекта. А по-другому никак, потому что в танцах тебя мужчина должен вести. Ну, я, знаешь, баба такая, с яичками хорошими, плотными, поэтому я могу сама кого угодно повести, но тут я решила расслабиться, и мне нравится. Ну, я посмотрела твои танцы, мне тоже не понравились. Ты в своей манере интересный. Добрый и веселый, не забывай. Да, вот это вот твои, да, тебя не ругают, кстати, тебе не говорят в жюри, что вот, ты какая-то зажатая, спинку расправь, вот это все тебе не говорят. Кстати, Старина, обожаемая мной, сказала, что я не поставлю тебе высокий балл до тех пор, пока ты не выпрямишься. Но есть ощущение, что я никогда не выпрямлюсь, потому что это уже, как бы, мой образ жизни. И это такая привычка, которая, понимаешь, пришла. Гоша Полянский, Гоша Полянский к нам присоединился. Это кто? Гоша Полянский, это мой прекрасный друг, наш прекрасный друг. Это дизайнер Саша Трошин. Под таким псевдонимом выходит его одежда. Очень крутая. Это мой стилист недавних пор, он одевал меня на проект Boyz Girls, который мы вели с Гудковым, ведем с Гудковым. Да, на пятницу. Да, и это просто совершенно офигенное сотрудничество, потому что я, наконец, нашла абсолютно своего человека, в плане того, что он чувствует меня и не пытается из меня делать девочку девочкой, но при этом одевает очень красиво. Гоша, привет, привет. Все, смотри, до конца нашей эфиры, может быть, ты, Гоша, именно ты, Гоша, выиграешь футболочку, а только бузовый дизайн. Так я больше скажу, Гоша Саша, знаешь, какие футболочки классные делают? Поэтому, может быть, кто придумает классный от нас с тобой флешмоб, получит футболочку от Боша Полянского. От Боша Полянского. Все, отлично. Дальше с тобой мы играем, Катюш. Рубрика следующая называется «Принеси мне». Значит, мы сейчас подключаем наших подписчиков. Так, вы нам все нужны, мои люди. Активно нам пишите. Напишите нам, пожалуйста, с Катей любой предмет, который есть в каждом доме. Вот все, что угодно, что точно есть в каждом доме. Мы с Катей выберем, Катюш, ты тоже читай. Мы с Катей выберем этот предмет, согласимся друг с другом, что этот предмет у нас, у обеих есть, и на скорость принесем его. Кто первый, тот и выиграл. Итак, пишите нам... Я вижу чайник. Подожди, да мы еще не выбрали. А, тоже. Мы еще не выбрали. Так, на стульях мы сидим. Гречка, телек, но телек не принесешь. Чай. Чай, тампон. Ну, нормально. Нормально. Давай выбираем утюг. У тебя есть утюг? Кровать, кровать, утюг есть. Ну, побежали. Кто быстрее принесет? Да, подожди, ты готова? Ты готова? Держи. Подожди, ты готов? Ты с телефоном побежишь или без? Телефоном надо, давай с телефоном. А мы не прервемся? Короче, я побежала. Я побежала. Я побежала. А в даму споткнулась. А где? Где утюг? Вот он. Ну-ка, где утюг там этой машины? Подожди. Блин. Подожди. Да подожди сама. Подожди. Мы же в утюг. Я человек. Женя. Я в шумпал. Я первая. Я принесла. А, ты принесла уже? Да. Я серьезно. У нас нет утюга. У нас нет утюга. Как? Жень. А пылесов не нужен? Мне все разлилось. Так, ладно. Так, подожди. Короче, все можешь мне искать. Я выиграла. Да, да, я поняла. Подожди. Да, я все поставлю. У меня тут все упало нахрен. Причем у меня не утюг. Это прямой эфир, потому что ее нет в инстаграме. Потому что она вообще попутает, что у меня нет утюга дома. У меня причем не утюг, а эта штука. Поняла? Отпариватель. Да. Блокна. Я пока его взяла, у меня все тут упало. Так, ну давай, пока 1-0. Давай дальше. Пишите нам еще. Так, сейчас, секунду. Ребята, хватит ржать. Подушка. Нет, мы уже решили, что у нас нет красивых подушек. Перестаньте. Так, пишите любой вариант, который есть в доме. И у вас, и у нас. Помада от Мак у тебя есть? От чего? От Мак. Помада? Нету. Нет, у меня тоже. Зубная паста. Погнали, у тебя есть? Да. Раз, два, три. Три. Я первая. А ты что, на кухне зубы чистишь? Нет, а у меня, между прочим, туалет рядом с кухней. А там есть паста. Это гостевой туалет? Это туалет, да. Я его называю туалетом для мальчиков. Но поскольку мальчиков здесь практически не бывает, поэтому это Женин туалет. А есть еще туалет для девочек, для меня. Он чуть дальше. Может быть, там утюг? Ну, не важно. Смотри, благодаря моему прямому эфиру и утреннику с Бузовой, ты поняла, что ты просрала утюг где-то. А я теперь, знаешь, что думаю? Вот я реально искренне думаю. А как у меня вещи-то глаженные получаются? Если утюга нет. Может, Женька гладит? Нагладит, конечно. Ну, погладь меня еще. Так, давай еще. Один-один. До победы. До победы. Так, пишите нам любой предмет, который есть в доме. Туалет и бумага есть? Блядь, я знаю, у тебя... Ой. У тебя рядом туалет. Ты быстрее. Давай нет. Так, давай гречка. Туфли, приправы, шкатулка, туфли самые красивые, платья. Я готова, туфли. Готова? Я вынуждена, у тебя они здесь стоят, да? Нет-нет, я готова. Туфли? Да. Красные? Да. Раз. Два. Три. Принести надо, принести надо. Я первая. Нет, две пары у меня красных. Я взяла две пары красных туфель. Вот они, вот они. Блин. У меня просто рядом с туалетом для мальчиков. Еще находятся гардеробные для девочек. Вот. Самые красивые. Лабутена Сергеенко, пожалуйста. У меня тоже красивые. Но я взяла одну туфлю. Я взяла от каждой пары по одной. Задание было туфли. Задание было туфли, пожалуйста. Нет, правильно. Все, ты выиграла. Получается, ты... Получается, ты выиграла. И сейчас, поскольку в этом конкурсе принимали участие наши подписчики, пишите прямо сейчас, мои хорошие, любое задание, которое я должна выполнить. Катя Доберет. Скажи, самое жестокое задание, которое ты выполняла из-за своей рубрики. Слушай, в прямых эфирах я не делаю такой жесткой. Потому что мне хочется как раз-таки больше, знаешь, позитива, юмора, такого вот хорошего настроения. Я больше делаю жесткач в баттлах. А еще есть баттлы? Да. Хочешь? Нет. Вот это фотография твоя знаменитейшая, где ты в Роллтоне, это баттл? Да, 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 да. Сбрить брови, пишут ребята. Ребята, смотри мне брови, они уже давно сбриты, перестанет. Ну давай, выбирай любое мне задание из подписчиков. Подписчики, придумайте мне задание, любое. Послушай, ну тут на самом деле такой жестяк, прям помыть голову маслом, ребята. Ребята, камон. Отжаться 10 раз, нет, нет, нет. Оля, поцелуй Даву. Но на самом деле, конечно, можно сделать вот это милейшее, просто ничное, просто чучучушное. Станцевать с Давой медленный танец. Давайте, танцуйте. Дава! А музон есть? Музон красивый какой-нибудь. Любимый! Боже, любимый, я вас, я вас умоляю просто. Подожди, может быть он, может быть, подожди, тут у меня не ловит. Родной! Ты занят? Он в туалете? Сейчас, Резет. Нет, он по телефону. Он в туалете? Боже, какой он. А как, вот скажи мне, сколько вы уже вместе живете? Можно такой вопрос задать? Мне Катя, у меня, вот Катя, понимаешь, она просто потрясающая. Мне писали, знаешь, задание, я проиграла ей в игру, и мне писали, вылить на себя масло. Я говорю, такого контента очень много по вечерам. Майонезом обмажься. А она, знаешь, что мне загадала? Чтоб мы с тобой поцеловались и потанцевали. Серьезно? Да. Давай. Боже! Я сделала крит своего лица на это все. Ну вот так, знаешь, как? Когда из серии позвонили родителям и не поняли. Оля? Спасибо, любимый. Можете... Ты хоть что-то выиграла? Деньги выиграла? Что? Нет, она... Какие деньги? А вы не на деньги? Мы не на деньги. Мы играем на поцелучки, там, знаешь, всякие обнимашечки и так далее. Давай скрин сделаем вместе. Родной, иди сюда. Давайте скрин сделаем. Сюда. Ооо! Ну блин, ладно. Спасибо. Ушли, ушли, оставили. Ушли, оставили. Оставили вас наедине все. Найди усилку-то, прошу. Слушай, а... А Давид не подумал, что я просто его эксплуатирую? Мы, конечно, ему напишут еще все об этом. Она тебя эксплуатирует! Фу! Слушай, ну что, моя хорошая, мы с тобой отлично справились. Я уже успела проиграть себе, хотя это мой... А ты придумала? Я придумала и сама же проиграла. Предлагаю прямо сейчас разыграть футболочку только бузовый дизайн. Ты мне сейчас отвечешь на вопрос, и я знаю правильный ответ. И ты знаешь правильный ответ. И моя помощница тоже знает правильный ответ, потому что мы вчера списались. Итак, кто первый правильно ответит? Мы делаем скрин, и сразу после эфира мы с вами связываемся, и вы получаете футболочку от Ольга Бузова дизайн. Все все поняли? Так, ну, ребята, вот эти пятерочки, это значит все все поняли, я правильно понимаю? Да, да. Итак, я задаю вопрос, Катюша не отвечает, и мы ждем правильный комментарий. Как только ты видишь, Катя, и я вижу, мы говорим, стоп, и человек автоматически выигрывает футболку от Ольга Бузова дизайн. Итак, во сколько, Катя, ты первый раз поцеловалась? Ребят, ваши варианты ответа? Ждем. В каком возрасте я первый раз поцеловалась? Итак, ждем, что да. Это когда ты написал человек, с которым я поцеловалась? 13, нет, 15, нет. Ждем, ждем, ждем правильно. 16? Нет. Так, 15, 12, нет, 12, нет, 16. 5, это тумачь, ну, ребята, вы что? 5, ну да, тумачь. В 19, Катя, кто-то думает, что ты в 19. За что, что ты в 34? Вот мне сейчас в 35, это было обидно. Так, пошли на понижение, 10 пишут. В 5 лет. В 23, Катя, нет? Ну, ребятушки, ну... 11, 11, кто написал? Есть, первый, есть, я сделала скрин. Есть, правильный ответ. Все, мои хорошие, я сделала скрин сразу же после прямого эфира. Мои представители от бренда напишут вам и получат эту голочку. В 11 лет, Катя. Да, я поцеловалась в 11 лет. Я был такой, знаешь, очень нелепый поцелуй, причем настолько мне это не понравилось, что я после этого еще года 2-3 вообще не целовалась. Потому что я вообще думала, что если так, если это поцелуй, то вообще я манала. Это все, и вообще мне это все неинтересно. А даже в кино это настолько красиво, настолько притягательно, это так художественно все показано, но вот это в жизни... Нет, а у меня, знаешь, как было, у меня было чуть попозже, но я не буду говорить, во сколько вдруг это будет еще один конкурс для кого-то. И мальчик меня, значит, зовет под балкон, а я не понимаю, что зовет и зовет, я ему нравилась. Мы заходим под балкон, и он просто берет меня к себе, у меня губы сжаты, и он начинает сувать язык. Язык? Ты мне рассказывала эту историю? Вот так. Да, да, я тебе рассказываю, да. А, на твоем шоу с детками, с детками. Да, 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 на вопросе врослому. Да, фу, я думаю, зачем он сует язык? Это уже так ужасно. Мерзкая, мерзкая история. Поэтому, ребята, если вы еще не поцеловались, подумайте много тысяч раз, прежде чем поцеловаться, на самом деле. Да, потому что это классно. Потом, когда все получается, это классно, классно. Нет, потому что потом, это только с возрастом мы приобретаем значение языка. Во всех смыслах. И надо только для того, чтобы говорить. Но, что важно, вот для меня, на самом деле, вот был у меня неудачный первый опыт, и для меня, на самом деле, по сей день поцелуй очень много значит. Очень много значит. Для меня тоже. Если мне нравится, как человек целуется, то, возможно, возможно, с этим человеком может что-то и получиться. А если мне сразу не нравится, вот, знаешь, на первых, вот, прям на первых секундах, то все. Все, все. Филипп Киркоров до сих пор с нами. Мой хороший, Филипп. Так вот он тоже нам ручки, сердечки. Ручки, сердечки, сердечки. И Соберон, вас обожаем. Наш прекрасный, вероятный наш король. Да, Филипп Бедросович хотел ко мне прийти, тоже в прямой эфир, в утренник, но потом сказал, что он подумает. В общем, Филипп, я вас до сих пор жду. Я тебя жду. Я вас жду. Вас, 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 вас. Как только захотите порадовать своих поклонников вашим величеством, пишите мне ватсап. Итак, идем дальше. Идем дальше. Ты готова? Ты понимаешь, что мы с тобой столько трендим, что уже прошло, на самом деле, 40 минут от эфира? Это ужас. Давай приступаем к нашим песням. Как к основным, собственно, нашим цветочкам-бабочкам. Итак, мы подготовили песни с Катюшей и задания. Правила простые. Катя показывает песню. Если я отгадываю, она выполняет от меня задание. Если она отгадывает, то я выполняю задание. Итак, по очереди. Погнали? Да. Итак, ну давай, показывай. Цифра 1. У меня, выбирай, 5 карточек. Выбирай, какую карточку показывай. Давай цифра 1. Давай, цифра 1. Мы на время показывали, ты просто должна отгадать. Я должна отгадать? Ну, слушай, по времени. Ну, когда ты... Нет, давай так. Когда ты поймешь, что уже я не отгадала, ты сама говоришь, все, Оль, ты не отгадала. Тебе надо отгадать исполнителя и песню, или только песню? Песню. Ну, исполнителя, ну, вообще песня. Ну, все, поехали. Я показываю. Давай. Давай, если будут там подсказки, они по-любому будут, туда не смотри. Я не смотрю, я уже... Это не интересно, когда смотришь. Я смотрю тебе в глаза. Давай. Поехали. Маленький. Рост. Плечи. Маленький. 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 Отдает честь. Полицейский. Маленький. Песня, песня. А, песня. Млад... А, ну, младший лейтенант. Да, абсолютно. Младший лейтенант. Млад... Ну, все, да. Я просто уже... Катюш, я уже на опыте. Я уже, знаешь, песни некоторые прямо с одного движения угадываю. Ты только первый раз сыграл. Кто поет? Младший лейтенант. Па-на-на-на-та. Все хотят потанцевать с тобой. Аллегрова. Конечно. Ирина Аллегрова. Аллегрова. Надо просто выполнить твое задание. Так. Ты здесь? Да, я здесь. Говори задание. То есть я... Ты отгадала. Задание. Правильно? Да, значит, до конца эфира ты будешь выкрикивать нематерные ругательства, когда я говорю, Катя, давай. То есть матозаменитель. Я говорю, Катя, давай. Коробочка. Катя, давай. Долбоящеры. Это не мат. Долбоящеры, это не мат? Плохие люди. Ты двоишь. Катя, давай. Плохие люди. Вот. Отлично. Поняла? Это твое задание. Итак, Катя, давай. Шишечка. Шишечка. Пошла на шишку. Да, пошла ты на шишку, поняла? Так, теперь я показываю песню. Давай. Какую? Давай цифра три. Давай. Катя, давай. Есть ты. Итак, показываю, показываю песню. Колечко, колечко, кольцо. Ага, подожди. Предложение и радость что-то там. Предложение. Так. Согласна. Свадьба, свадьба. Свадьба, свадьба. Кольца, кольца, да? Свадьба пела и плясала? Да! А что ты рада, что ты будешь задание выполнять, как миленькая? Катя давай! Голопопые! Голопопые! Давай. Ты до конца эфира, до конца эфира, должна будешь выкрикивать мне комплименты. Ё-моё, это сложно, Катя. Я не знаю ничего. Я тебе так же буду говорить. Оля, давай, ты мне выкрикивай комплименты. Катя, давай! Красивая! Давай! Оля! Оля, давай! Юморно-интересная! Это запретное слово, как матерное в этой ошибке. Катя, давай! Плохие ладошки! Оля, давай! Худая! Спасибо. Спасибо. Реально, очень худая, прям бесишь. У тебя прям все такое. Ножки такие, прям ноги пипец. Ну, потому что я интересная. Давай, следующая карточка какая? Давай, следующая карточка. Ты мне показывай, давай пять. Пять. Ну, ты показывай, прям снимай тогда сразу. Просто задем меня в батл, будем снимать. Это же у тебя. А ты пойдешь со мной в батл? Да подожди, мне надо это пережить. Я уже в афере от того, что у меня нет утюга, говоря от того, что я ору какие-то непонятные. Попные ладошки! Ох, ребяточки! Ну, перестань. Знаете, я прям вспотела аж. Раздеваться. Красивая фигура. Раздевайся. Раздеваться, раздеваться. Ты разделась, ты разделась. Это я какая? Какая? Какая я? Голая. 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 Ты голая. Голая. Пошла. Голая пошла. Голая пошла? Есть такая песня? Катя, давай. Уродские коленочки. Голая пошла. Все. Сейчас подскажу. Подскажу, что поет. Давай. А, градусы, градусы, градусы. Нравится? Да, да. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Да, абсолютно верно. Фух. А что, правда? Прикольная. Спасибо. Катя, давай. Маленькие систочки. Это да. Это комплимент. А у меня тоже маленькие, на самом деле. Так. Что ты радуешься? Ты задание мое сейчас будешь выполнять. Давай, давай. С удовольствием. Встаешь на колени. И каешься в трех грехах. В трех грехах? Ну, таких смешных. Там сожила с Нинкерс, например. Ну, такое. А может быть, серьезных грехов. Представь, что ты... Я показываю, что я сижу на коленях. Видно, что ты на коленях? Да, да. Видно. Может, такое унижение нас смотрит почти. 53 тысячи. Нет, а ты поставь так, чтобы прям видо было тебя всю, что ты на коленях стоишь. Блин, а кто как поставь? Попроси Женьку. Жень! Сними меня, что я унижаюсь. Наконец-то начинается моя... Мой любимый период начинается. Так, ну вот, ну подожди. Вот, вот, лицо видно, да, все. Вот так хорошо, да, давай. Значит, ребята, я могу сожрать в одно рыло целую банку соленых огурцов. У меня слабый мочевой пузырь. Это же тоже считается как... Как, как, как... Это просто есть такое. Нет, это просто слабый мочевой пузырь. Я же тебе об этом рассказала. А можно это вырезать? Это же прямой пузырь, это же не понятно. Просто я рассказала, что у меня слабый мочевой пузырь. У меня много лет, я долго писаю. Сейчас, секунду, подожди. Вот именно из такого, что вот я вот сделала плохой за последнее время? Ну пока, да. Может, кого-то обидела, может, сожрала макароны на ночь. Может, не выучила движение какое. Я вчера выпила полбутылки вина. Я тоже! На колени, Оль. Давай на колени, извиняйся. Блин, ну где ж такое видано, смотри. Оля Бузова и Катя Барнова на коленях друг перед другом. Ты сел на колени, у меня телефон выключился. Это все, это просто потому что финал. Я тоже, а почему ты пила без меня? Мы с тобой на связи были. Нет, дело в том, что мы с тобой поговорили, мы с тобой поговорили, я все осознала, отбила бутылку вина и выпила в одно вино, честно говоря. Ну, полбутылки, понятно. Целую я не выпью, но полбутылки выпила. Я прям тоже полбутылки, потому что у меня любимая вообще не пьет, и я одна сделала пила. А он почему не пьет? А он вот не пьет. Да, респект. Это очень круто, когда мужчины не пьют. Да. Да? И поверь мне, и поверь мне, это не единственное его хорошее качество. Ну, об этом мы с тобой поговорим, когда встретимся в нашем вечернем эфире. Да. Я тоже на коленях, мне очень больно. Вы помните, что у меня колено одно очень не работает. Вставай, вставай. А, еще, еще я могу еще в одном покаяться, что я за последние полгода поправилась почти на 10 килограмм. Как это? Я, да, ты представляешь, я сидела на гормональных, мне нужно было, потому что у меня упало совсем здоровье и иммунитет, и мне пришлось поправиться на 10 килограмм. Ну, как пришлось, потому что это неизбежно. А почему ты такая худая до сих пор? Потому что я была еще худее, меня обвиняли в том, что я анорексичка. А сейчас, типа, я чуть-чуть оформилась. А сейчас будут говорить, что ты еще алкоголичка. Конечно. Я же поэтому пишу, там одно исключает другое. Оля, давай! Оля, давай! Честная! Спасибо. Ну, правда, признаться, что у тебя проблемы, когда это не грех. Так, ну что, у нас еще есть время, давай дальше. Давай. А ты говори цифру. Сейчас ты мне будешь показывать. Давай, цифр один. О, легко, давай. Катя, давай! Старые локти! Я мажу их кремом. У меня, видишь, вот так кожа отделывается. Нет, а ты мажешь кремом? Конечно. Локти калечке. Конечно. У меня тоже они, но я мажу кремом локти. Нет, нет, но они не старые. Я же не тебе выкрикиваю, я же не тебя оскорбляю. Я оскорбляю просто людей. Просто со старыми локтиками. Так, все, давай, я показываю. Встану, чтобы был объем. Метель. Опять метель. Нет. Ветер. Ветер перемен. Поплывешь. Ветер, море. Море, море, край бездонный. Морской бриз, морской ветер. Катя, давай! Давай! Я тупая! Морская пена. Ты сказала уже, блин, практически. Морской ветер. Морской бриз. Я что делаю? Дуешь? Ну! Дуй на море? Море есть там или нет? Уже пишут, блин, все. Не читай! Я не читаю, подожди. Дуй на море. Ветер дует, ураганы. Нет. А что это? Жень, ты смотришь нас? Раздувай ветер вне платья. Раздувай ветер вне платья. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял. Я знала. Ладно, давай задание свое. Давай задание. Значит так. У тебя есть второй телефон? Нету. Жень, дай телефон свой. А, нет, нужен твой. Нет, нет. Хорошо. Тогда надевай колготки на голову. Сиди до конца эфира. В колготах? Да. Сейчас еще выяснись. Жень, сними колготки свои, да, я надену. Сейчас, секунду, я колгот найду. Сейчас, секунду. Это могут быть чулки или обязательно колготки должны быть? У тебя есть чулки? Конечно. Надевай чулки. Ну, это было бы классно, если бы лягало не на голову, допустим, надевать. Сейчас, секунду. Секунду, секунду. Секунду. Так. Так. Я пока читаю, как нас любят. Ой, так приятно, мои хорошие. А что, так позитивненько люди относятся к нам, я так понимаю? Очень, очень, очень. Пишут, что мы крутые. Вот, кстати, у меня есть такие вот, такие прям чулочки классные. Я же могу их надеть на себя? Так лица твоего не будет видно. Нет, ну я надену на голову и буду в нем сидеть чулки. А, ну давай, давай. У меня нет просто капроновых, у меня аллергия на капрон. Серьезно? То есть, помимо того, что я долго писаю, я еще и покрываюсь всякими прыщами от капронов. Знаешь, кошмар какой. Я все вам рассказываю. Так, давай. Ты на Пугачеву, похоже, стала сразу. Кстати, у нее сегодня день рождения. Давай поздравим Аллу Борисовну Пугачеву с днем рождения. Давай. Аллу Борисовну, мы поздравляем вас с днем рождения. С днем рождения. А здесь Филиппе Дросович, у него очень было трогательное поздравление. Нашей Примадонны в Инстаграме. Да, я уже... Заходите к нему на страницу и почитайте. Это очень трогательно и очень красиво. Ты реально на нее похожа сейчас. Да? Но это комплимент, потому что Алла Борисовна, это просто, ну, это потрясающая женщина. Я, кстати, мечтаю с ней познакомиться. Я ни разу с ней не была знакома лично. Ты с ней знакома? Я с ней знакома, но я думаю, что она меня не помнит. Я прям, это моя мечта. Я вообще просто, знаешь, для меня как вот... Ну вот я когда с Филиппом познакомилась уже лично, и когда мы стали дружить, ты представляешь, ну, я девочка, там, ребенком, для меня это был просто король, но он и сейчас остается королем. Ты представляешь, я с ним знакома... А как ты знаком с Филиппом Бедросовичем? В какой-то момент я села к нему на коленке, на каком-то автопати после какого-то выступления, там, три года назад. Я села к нему на коленке, все, мы начали дружить. То есть я проявила инициативу, как всегда. Филипп Бедросович, вы меня никогда не приглашали к себе на коленке. А он меня не приглашал, а он меня не приглашал Катю. А ты посетила? Но зато я при Филиппе Бедросовиче локала молочко и плются. В рамках нашего клипа «Роман и роман». Ты смотрела этот клип? Я смотрела, конечно, клип, и я все выставляла, и вас поддержала. Филипп поддержала. Да, я бы сказала, спасибо тебе огромное. Это очень трогательная и важная для нас работа. Мы очень... А я была в номере у Филиппа Бедросовича, когда мы были в Анапе. А ты? А на сюда-ка, Мирик, да? Да, Мирик, да? А он мне подарил вот такой рюкзак свинью на день рождения. А он мне подарил салат, на котором написано «Королева» с моей фотографией. А мне вот такой рюкзак свинью. Так, давай дальше, а то у нас осталось пять минут. Давай хотя бы еще одну песенку. Давай, подожди, подожди, я же не отгадала. А, ты мне загадал, давай. Давай я тебе по одной песне, хорошо. Какую выбирать цифру? Давай два. Два, вот как раз я ее держу. Быстро отгадаешь. Курю, айкос из моих чувств. Ну я же не вот так показала. А, а... Я же вот так показала. Курю, курю, сижу, курю, дым, сигарет с ментолом. Легкая песня, блин. Легкая песня, блин. Давай, говори. Задание. Значит, у тебя есть сейчас перед рукой ручка и бумажка? Есть. Давай. Оля, давай. Как смешная. Тоже так себе комплименты я тебе должна сказать. Добрая, смешная, интересная. Так, дальше. Говори, что делать? Сейчас. О, привет. У меня было задание. Хорошо, не будем делать, акцентировать. Значит, задание. Мужчины, не смотрите на наш эфир. Я имею в виду присутствующие, которые там рядом с тобой. Не смотрите на наш эфир. Итак, Катюш, прямо сейчас ты нарисуешь самый маленький, который ты видела у мужчин. Глаз? Нет. Нет. Нет, член. Давай в виду. Женька, давай, клади, обводить буду. А что ты думаешь? Сейчас, я нарисую. Я нарисую. Именно вот в натуральной величине, как он выглядел? Да. Вообще, я должна сказать, что мужские писи не очень красивые. Почему? Ну, мне не очень нравятся, честно говоря. Нет, с точки зрения того, что они, конечно, нам необходимы для жизни. Но выглядят они не всегда симпатичнее, мне так кажется. Кто со мной согласен, пишите в комментариях. Ты знаешь, что у женщин откликнулся? Сейчас я нарисую. Но любимая, она всегда красивая. Единственная моя. Ну, вот прям вот так, чтобы натуральную величину. Давай, показываю. Это что? Это больший петельце, но на самом деле не очень большой. А, нет. Он вот так вот? Вот так, да? Вот такой, да. Сейчас я имя напишу, подожди. Я сейчас напишу имя, а чуть позже инстаграм напишу. А что там написано? Никита, допустим. Никита. Никита, но... Никита, но... Все, все, я поняла. Я надеюсь, что ты только видела это. Все. Так я... Дело в том, что я увидела и потом не знала, как развидеть это. А как мне сейчас это развидеть? Я не хотела это видеть. Да, мама, смотри, ты можешь всю письку чужую. А, и каждый раз, когда я впоследствии видела этого человека, я видела только вот это, честно тебе скажу. Вот так же грустно это все выглядит. Но я хочу тебе сказать, что я тоже тебя запомню вот такой, с щелком на голове, с прекрасным чувством юмора, с отличным настроением. Катюш, наш эфир подходит к концу. Ну, на самом деле, мы вчера с тобой это обсуждали, что время пролетит незаметно, и правда, это так. Вот, я, Катя, говорила, да, что время пролетит незаметно, но я всегда подстраховываюсь, потому что мне очень важно, чтобы эфир был наполнен, и чтобы нам было с тобой интересно, чтобы мы кайфовали, чтобы наши люди, подписчики, кайфовали. Я тебе очень благодарна за то, что ты сегодня со мной провела этот утренник. Катюш, пару слов для подписчиков от тебя. Я, на самом деле, считаю, что такие эфиры... Катя, давай! А? Давай! Не, 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 самая тряпка! Я считаю, что такие дневные эфиры, а именно дневные, без вина, без вот этого мата бесконечно, практически не материться. Это очень классно, это такой очень правильный посыл на оставшийся день. Вот, а день только начинается, поэтому, друзья, я думаю, что вам всем есть чем заняться. Вот я, допустим, сейчас буду искать утюг, а если не найду, куплю по интернету, потому что... Ну, это просто сенсация. То есть я живу 35 лет без утюга. Вот. Вот. Все. Ну, в смысле, я всем желаю здоровья бесконечного, и, пожалуйста, пожалуйста, подключайтесь к таким позитивным, приятным, прямым эфирам. Спасибо, Катюш, спасибо тебе огромное, миллион благодарностей после эфира, ватссап, люблю тебя. Давай, футболку мне свою подари, давай, пока. Обязательно, 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 пока, пока. Давай, пока! Катя, давай! Ой, ну, спасибо, спасибо. Вот то, что сказала сейчас Кася, такой посыл и у меня. Мне очень хочется проводить именно такого формата эфира, где будет крайний позитив, без мата, без каких-то невероятно каких-то историй. Просто дарить вам, хотя иногда тоже я могу ругаться и делаю это, ну, что мы все люди, дарить вам положительные эмоции, дарить вам настроение на целый день. Я очень хочу сказать всем спасибо, кто нас смотрит каждый день в два часа дня. Катя, миллион тебе благодарностей, сейчас все тебе напишу в личку. Помните, что этим миром правит любовь. Сразу после эфира я свяжусь с победительницей, кто выиграл футболочку, а только бузовый дизайн, и мы сразу же эту футболочку отправим. Все, я выставлю в Инстаграм. Спасибо моим людям, кто со мной, спасибо моим друзьям. Там Филипп Киркоров, который к нам сегодня подключился, и все мои коллеги и друзья вот пишут спасибо за эфир. Боже, я счастлива, я вас люблю. Для меня это не просто эфир, для меня это уже часть моей жизни. До завтра, мои хорошие, завтра будет просто невероятно крутой гость. Катя, тоже Катя, но с другой фамилией. Скажу чуть позже.